Лориент Леаур, Ливан, Путин в образе миротворцев Саудовской Аравии Лориент Леаур, Ливан 15 октября 2019 года Россия и Саудовская Аравия заключили договоренность по нефти и выступили за укрепление сотрудничества по всем направлениям по случаю вчерашнего визита в РИА от президента Владимира Путина Космос, культура, здравоохранение, высокие технологии и сельское хозяйство По итогам переговоров лидеров двух стран в столице Саудовской Аравии было подписано два десятка договоров, предполагающих многомиллиардные инвестиции В частности это касается соглашения о сотрудничестве в рамках ОПЕК+, объединяет 14 стран нефтяного картеля и 10 не входящих в него государств Подписание которого закрепило достигнутую несколько месяцев назад договоренность Этот важнейший документ призван укрепить сотрудничество и поддержать стабильность нефтяных рынков Отметил министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз Ибн Салман на торжественной церемонии перед королем Салманом и президентом Путиным Саудовская Аравия, лидер ОПЕК, не первый год ведет тесное сотрудничество с Россией, хотя она не является членом организации По сокращению предложения на рынке черного золота для повышения цен Последнее решение ОПЕК+, об ограничении добычи истекает в конце марта 2020 года Кананада России придает особое значение расширению дружественных и взаимовыгодных связей с Саудовской Аравией, подчеркнул Владимир Путин, которому аравийцы оказали пышный прием Его прибытие в аэропорт приветствовалось канонадой, а на пути в президентский дворец его сопровождали саудовские всадники с российскими влагами Нам не терпится начать, совместную, работу по всем вопросам, которые позволят добиться безопасности, стабильности и мира, бороться с экстремизмом и терроризмом, укрепить экономический рост Заверил король Салман российского гостя Позитивная динамика с учетом одновременно прочных отношений с Эрридом и союзнических связей с Тегераном Заклятый враг Саудовского королевства Москва может стремиться к роли миротворца в конфликте Саудовской Аравии и Ирана, считает российский политолог Федор Лукьянов Двусторонняя напряженность серьезно обострилась в сентябре после ударов по саудовским нефтяным объектам Эрриат и Вашингтон записали их насчет Тегерана Однако тот опроверг свою причастность и предупредил о риске тотальной войны в случае нападения на его территорию Ответственность за обстрелы взяли на себя поддерживаемые Ираном еменские повстанцы, с которыми ведет борьбу Саудовская Аравия Россия тогда отмела поспешные выводы насчет Ирана Мы будем делать все, для того чтобы создать для такой позитивной динамики необходимые условия, заявил в интервью Владимира Путин, говоря о снятии напряженности Сирийский конфликт, в котором Россия поддерживает режим Башара-Осада, а Саудовская Аравия, оппозицию, тоже должен был обсуждаться на переговорах Владимира Путина, отметил советник Кремля По его словам, для России важно, чтобы в политическом урегулировании в Сирии участвовала арабская страна, поскольку сейчас там задействованы только три неарабских государства Турция, Россия и Иран В 2017 году Россия и Саудовская Аравия подписали протокол соглашения, который открыл путь для приобретения эр-ридом мощных российских ракетных комплексов С-400 Однако королевство в конечном итоге отдало предпочтение американскому вооружению После Саудовской Аравии, Владимир Путин отправился во вторник в ОАЭ Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ